Платные муниципальные парковки работают относительно недавно, и они уже приносят доход в казну города. Меньше чем за год паркоматы дали в бюджет курорта более 8 миллионов рублей, но муниципалитет рассчитывает на большее. Одна из причин недоборов в том, что не все паркоматы работали исправно. И вторая причина, ну как бы основная, да, причем у нас по тому приложению, которое идет к контракту, пока не выполняется. У нас процент оплативших, мы ведем эту статистику ежедневно, то есть имеем такую техническую возможность, не превышает 10% из тех, кто стоит. На ближайшем городском собрании депутаты должны принять документ, согласно которому административные комиссии смогут привлекать к ответственности автовладельцев-нарушителей. У мэра есть претензии и к работе парковочных комиссаров. Парковщики должны отвечать не только за свою сторону, а увидели там, идти предлагать, вы едете отсюда, здесь нельзя останавливаться. Дальше, если кто-то бросил и ушел, вызвать полицию и эвакуировать. По мнению мэра, это недоработка арендатора, который взял на себя обслуживание мест уличной парковки. Если компания не изменит свое отношение к работе, ее заменят. Через 15 дней этот вопрос снова заслушают на планерном совещании. В зоне внимания муниципалитета остается и канализование сочинских домов. Сейчас активная фаза работ проводится в Лазаревском районе. В микрорайонах Лао и Вардане было построено 5,5 километров канализационных линий и 11 насосных станций. Были канализованы 18 улиц и два переулка. Все работы проводились на хозрасчете без привлечения бюджетных средств. Всего канализовано было за отчетный период 425 домовладений и установлено локальных отчетных сооружений в количестве 95 штук. Примерный объем капиталовложения составил 25 миллионов рублей, если бы это строилось за бюджет. В целом по городу работа по пресечению несанкционированных канализационных сбросов уже дала положительный результат. Море в этом году, даже в самое жаркое время, было стандартным. Это наше достижение. Достижение того, что к Олимпийским играм было построено 3 честных сооружения. То, что мы занимались максимально, многоэтажные дома выключали. То есть Роспотребнадзор может подтвердить, что море было стандартное. Владельцам частных домов больше не позволят сбрасывать фекальные стоки в реки и ручьи. Жители должны устанавливать локальные очистные сооружения.